Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Меня зовут Ведьмак, сегодня я решил воскресить прохождение, собственно, первого Ведьмака. Даже не то, что воскресить, а именно возродить, не знаю, как это назвать, поскольку сохранение у меня с того прохождения, которое я делал для канала, они не сохранились. Сохранение не сохранились, так и какие дела. Они потерялись при переезде на новую систему. Я забыл их, видимо, перенести. Мне пришлось, фактически, пройти по новой до того момента, где мы остановились. А это начало третьего акта, после победы над Азаром, Еведом и Профессором на болотах. По-моему, сюда надо вставить такую штуку. Я прошел по новой, все сюжетно важные решения, которые я принимал, я принимал точно так же, как ты делал, когда проходил вместе с вами. Ну, что касается других вещей, то я умудрился себе сэкономить лишних денег. То есть у меня на полторы тысячи больше, чем было, потому что я не стал крафтить меч из Метеорита. Я пришел оставить себе этот гарваль. Сэкономил денег, плюс я нашел квест. Вот этот вот. Нашельщий забирает все. Я вообще впервые его встретил в прохождении Ведьмака. До этого я не знал, что он существует. Когда вы выходите в первый раз в начале второй главы из канализации, если вы выходите утром, то встречаете там чувака, который дает квест зачистить склеп, забрать там колечко и отдать ему. Вот, к сожалению, колечко я случайно продал, не помню кому, поэтому квест не получится завершить. Но зато это мне позволило заработать немножко денег. Такие дела. Это самое начало с тестом третьей главы. Ну и первое, что мы сделаем, это купим в куртку. Потому что бьют меня очень больно. Напоминаю, я играю с модом Full Combo Tribalance. На четвертой, по-моему, сложности из шести. И шестая самая сложная, а четвертая такая вот относительно еще безопасная. Но, тем не менее, бьют меня довольно больно. Куртка должна нам... Так, стоп, я знаю, надо что сделать. Надо убрать баночки. Иначе они повываливаются. Куртка немножко уменьшит дамаг, который будет в меня входить. Вот, а новые доспехи, по-моему, мы приобретем себе только... Так, подожди, аккуратнее. Только когда соберем доспех ворона. Вот это хорошо. Вот это нормально. В остальном, прокачку я, честно говоря, не пытался, как-то сказать, воскресить, да. Я прокачивался так, как мне было удобно. Я даже не уверен, что я на том же самом уровне вышел. На вот это вот прохождение. Так что, ну, какие-то отличия будут сюжетно. Нет, не будет никаких отличий. Геймплейно, может быть, я чуть-чуть буду по-другому качаться, чуть-чуть буду по-другому действовать. Так, начало третьей головы. Давайте пройдемся по храмовому кварталу Вызимы. Заброшенный дом. Блин, это тут опасно, на самом деле. Я сейчас сделал, потому что в заброшенных домах иногда бывают призраки. А призраки доставляют очень серьезные неприятности. Вообще, с этим модом довольно серьезный перекос баланса с точки зрения, что люди... Ой, у меня заглючили. Ножны чего-то, что у меня там прилипло к ноге. Покажка, наверное. Люди не представляют особых проблем. Их убиваешь там с пару ударов. А вот монстры, монстры составляют серьезные неприятности. И если у вас нет средств противостоять этим монстрам, например, масла соответствующего нет, то, например, если масло от вампиров у вас не намазано на клинке, вы вампиры просто бить не сможете. То есть будете все время не попадать по нему. Такая вот здесь система. И привидения среди прочих... Это вообще такие твари, что... Блин, мне не нравится, что у меня прилипло эта хрень к ноге. Давайте загрузимся просто. Привидения доставляют серьезные неприятности, потому что бьют довольно больно, и они игнорируют, что ты их бьешь. Ну, это вообще, в принципе, относится к самой боевке игры, и, возможно, мода в частности, что, несмотря на то, что ты проводишь комбинации ударов... Так, что-нибудь скажешь мне? Да, что-нибудь скажешь, но... Я сейчас пройдусь по храму квартала, просто обновлю... Может быть, какие-то задания появятся, я сам не помню уже всего. Может быть, какие-то разговоры появятся. Так, понятно. Двери в дом Вивальди, вверх в Калькштейна. Да, полностью с тобой согласен. Так, теперь надо бы рассосовать банки по карманам. Надеюсь, куртка более-менее облечет мне сосуществление. Так, книжки нам не нужны. Я с собой таскаю мясо в Виверное. Я не уверен, что оно мне тоже нужно. Но, по-моему, где-то был квест, который... На вот это мясо. Кто-то хочет деликатес. Так, колечко. Колечко мы продадим. Все драгоценности, которые я находил, я продавал, ничего не копил. Потому что... Зачем? Они в основном нужны для того, чтобы ухаживать за женщинами. Я ничего-то этого не делал. Так, что за дом такой? Подозрительный. Кто-то так бухает. Ага. Маразм не оргазм. Согласен. О! Нихера себе тут у вас. Ладно, я пошел. Что-то мне купить. Колечко ты хотела купить, но... Это колечко теперь у меня. О-хо-хо! Антиквар. Не хочешь у меня приобрести свиток? Потому что мне он уже ни к чему, а ты... Может, ему кого-нибудь продашь. Так. Книжки. Ну, тут нам новых книжек не продаются. Насколько я знаю, они... Все новые книжки, они в другом квартале, в купеческом. Мы туда пойдем? Чуть попозже. Дома? Я, блин, в них не заходил ни разу. Это все прохождение. Ну, тут что-то можно купить, оказывается. Ой, купили, украсть. Понятно, что это несколько не вписывается в реле-плей, так сказать. Вот игрушка роли персонажа. Но, к сожалению, мы играем с такой сложностью, что я просто вынужден подбирать вообще все, что плохо лежит, для того, чтобы прокормиться в дальнейшем, чтобы покупать книги. Книги с описанием монстров и растений. Без этого нам не прожить, невозможно выполнять контракты о новых монстрах, если мы о них ничего не знаем. И тому подобное. Так, идея-то я. Я в такие игры не играю. А в какие играешь? Компьютерные поги? О, Боже, Боже. Мои старые козлы. Так, ну вот это вот точно новое изменение здесь вместо детектива Реймонда Марлоу, который погиб, выполняя наше поручение. Малиновый сок. Здесь теперь живет дантист. Захиншмарц. Захиншмарц, по-моему, с немецкого приводится как зубная боль. Зубы, чуди, такое. Ой, я что пропускаю. Обычно, да. На автомате. Потому что я коллекционер, зубы собираю. Ищешь зубы для своей коллекции? О, да, конечно. Чай бы интересен. Я поищу, лидер, зубы. Так, у меня, по-моему, что-то было. У меня, по-моему, есть череп Баргеста. Если ему собрать 10, что ли, разных зубов, или что-то типа такого, он нам даст подарок. У меня есть для тебя череп Баргеста. Баргеста. Полная челюсть. Придется разбить его. К счастью, мне... Да, да, да. 52 венов. Классно. Я нашел клыки какого-то зверя. Хм. У меня есть такие... Я хочу от этого избавиться. Я не надо так чихну, чтобы за эту язык прихватил щипцами. Тяжелый случай. Ух ты, гад. Я тебе зубы, значит, таскаю, а ты... А ты... А, вот эти клыки зверя, да? Ему можно притаскивать челюсть с метавропом, череп вольгу, да? Что-то такое. Ну, для начала нужно на этих тварей немножко поохотиться. А, ну вот у меня есть кость дровер, и на что он меня не берет. Смотри, а что ты не берешь? Иди давай. Подлец. Так, с таким довольным голосом. Да, они меня презирают до тех пор, пока зубы не разбалятся. А потом... Ади все приползают ко мне. А сами себе не вырывают. А, не допобедай про беззубых. Ади всегда до меня плюют. Прощай. До тех пор, пока у тебя... Так, не надо зубную боль. Это для меня больная тема. Про боль. Так. Что тут у тебя? Ничего интересного не проявилось. Венищи можно продать. Соденская медовуха. А, те самые бортники. Если кто-то читал книжечку, то вспомнит путешествие Геральта и странной компании с бортниками. Так. Ну что. Чем займемся теперь? Давайте заглянем сюда. Если, конечно, у нас здесь. Я так пытаюсь попавить и восстановить, где располагались квесты. Ой. А что это бордель пуст? Что? Переехал? Офига себе. Реально переехал. А где Кармен тогда? Куда ты спряталась? Тогда мы обжарим их домик. У них, правда, ничего, кроме кремния-то и нет. Шаль. Шаль нам не нужна. Нам пригодятся перчатки. Если мы их не найдем просто так, придется их купить. Перчатки нужно, чтобы выменять их на рецепт очень полезного зелья. Ну, до этого мы дойдем. Я думаю. Пусто. Нету объявлений. Заглянем сюда. Может быть, тут тоже объявилось. Потом пойдем уже в купеческий квартал. Так, ну, здесь тоже ничего. Понятно. Все с тобой. Никого? Ничего. Все, тогда пойдем в купеческий квартал. Пойдем мы туда с вами через кладбище. Я так думаю. А если что, я посмотрю список квестов. Если какой-то пропустил, то вернусь и возьму. А где Зиг Фэйд? Куда он спрятался? Или он уже не здесь? Зиг Фэйд! Ну, сейчас еще путь. Куда мы играба? А, я уже играба. Блин. Ну, зато бухла немножко поднимем. Для создания всяческих зельев. А, Зиг Фрид вообще был на болотах, но они там... А, вот Зиг Фрид. Я даже не увидел. Зиг Фрид! Тя повысили. Слушай, что ты здесь делаешь? У меня есть странное предчувствие по поводу настоящей причины введения военного положения в купеческом квартале. Я хочу подготовить свой отряд к возможному бою. Но, раз уж ты здесь, возможно, ты сможешь мне помочь. В чем? У меня сейчас нет на это времени, но ходят слухи, что на городском кладбище пропадают люди. Возможно, стоит узнать, что там происходит. Насколько я понимаю, мне полагается за это какая-то плата. Да, конечно. Не считая благодарности ордена. Служу Родине России. Хорошо. Я постараюсь выяснить, в чем дело. Благодарю. Я буду за тебя молиться. Отличнее. Зиг Фрид, тебе что-нибудь известно о городском кладбище? Только то, что люди боятся туда заходить. Говорят, там бродят гули. Мы не можем позволить закрыть кладбище. Но не врут. Гули там действительно ходят. Все еще набираешь людей. На войне, как на войне. Кстати, пока ты здесь. Я еще не придумал название для своего нового отряда. Есть идеи? Есть идеи. Есть идеи. Сокрушительные огненные копья. Сокрушительные огненные копья. Несколько пафосно, но достойно. Что же не жено? Сокрушительные огненные копья. Очень пошлое, на самом деле. До встречи. Так. Таким образом, мы заодно выполним это вот задание. Еще. Так, ну, смысл не спрашивать. Я знаю, что она открыта. Так, нам надо бы сейчас с нами подготовиться. Мы можем здесь встретить гули. Даже среди бела дня, поэтому. Ого. Что-то тут как-то. Укусы, царапины, сломанные кости. Кто-то хотел добраться до костного мозга. Похоже на работу гулей. А, полутать его. Как. Обидно, обидно. Страшные звуки. Чавкающий там давно. Так, не пройди, не проехать. Тело с женщиной. Женщина. Что ты здесь делала? Еще тело, но. Странно. Никаких уроков. Только раны и порезы. Следы кинжалов. Приятного аппетита, чувак. Упоительна. Упс. Пардон. Совсем забыла о манерах. У него даже... Уман деньгец. Гулем же тоже надо как-то жить. А-а-а-а. Никогда раньше гулей не видел. Многих видел, но не говорящих. Не хочу хвастаться, но я исключение. Мои родичи, конечно, совсем неразговорчивы. Предпочитают рычать. Я нашел несколько трупов. Знаешь об этом что-нибудь? Это не я. Я живых не ем. Но я знаю, кто это сделал. Так что давай заключим сделку. Я тебе рассказываю, что ты сохраняешь мне жизнь. Договорились. Что ты знаешь? Я тут видел в последнее время много остроухих. Не знаю, чего они ищут, но они грабят могилы и лазают тут в округе. И убивают всех, кто становится у них на пути. Остроухих? И твоя маленькая семья их не трогает? Они на вкус отвратны. Очень сухое мясо. Плюс они же приносят еду. Спасибо за информацию. До встречи. Ладно. Информатор ты наш. Так, где-то здесь есть рельеф, куда нужно вставить. Камешок. Хорошо. Труп разбойника мы его осматривали. Белые розы. Видимо, пришел положить на могилу. Ему сделалось нехорошо. Инфаркт Микардан. Вот такие нарубец. Что нам надо? Нам надо в склеп. Склеп. Там вот попадется. Там уже тучат елфы. И какие-то гнумы. Лысы и эльфы. Что может быть отвратительное? Привет, Солос. Чего ты ищешь тут, ведьмак? Убийц. Тогда иди в город. Там обитает преступный народ. Мы сражаемся, чтобы выжить. Люди понимают только язык силы, и мы говорим с ними на нем. Сомневаюсь, что ты проживешь долго. Ты угрожаешь нам, Дхоэне. Однако знай, что шесть обезьян-людей, женщины и дети в том числе, остались внутри гробницы. С гулями. Убей нас, и никогда не доберешься до них вовремя. Помоги им, и мы успеем уйти. Выбирай, мутант. Поэтому я терпеть не могу. Они себя ведут, как мракобесы все время. Высокомерные. Так, ну что. Нам надо спасать человека. Где мое масло? Давайте сначала проверим, есть ли здесь еще гуля. Я, по-моему, этот склеп зачищал. Ну, скорее всего, их заспаунило по новой. Ну, как знать. Как знать, видите, у меня уже все открыто, все прошло. Отшарено. Отшарено, угу. Обшарено. Денешки какие-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, этого я не хотел. Подожди, пацаны. Сейчас я тут, быренько, приготовлюсь. У серебряного меча довольно мало дамаги. Теперь... Где моя ласточка? Аном-ном. И пурга. Стандартный такой набор довольно. Теперь можно идти воевать. Гули и аль-гули. Ох, ох, чувствую. Сейчас меня... У меня чего не остановились? Ребята! О, у меня работает круговой режим. Груповой. Я могу влетать в толку. Подожди, не уходи никуда. Да ты распределись, уж ты идешь ко мне, не идешь. Так, остались аль-гули. Но они что-то купят. Искусственный интеллект, не искусственный. И не интеллект. Ну, против аль-гули я уже довольно сильно. Грайвера может доставить. Тихо. Та сценка. Ты спас нас от верной смерти. Спасибо тебе. Эльфы оставили нас на съедение чудовищем. Они такие. Эльфы говорили про шестерых. Они убежали по коридорам, милздарь. Мы слышали ужасные крики. Видно, чудовища до них добрались. Выбирайтесь отсюда. Я перебил почти всех их. Слава, милители. И будь благословен. Еще раз благодарим тебя. Не за что. Ну, в смысле, ездишь? Но мне поблагодарят деньгами. Вкусный мозг аль-гули. А, по-моему, челюсть цимитавра можно принести этому дантисту. С аль-гули-гули и грейверов ничего не падает. Полезного. Так, ну, давайте... Прошу прощения. Что-то я... Ах, хрен. Обшарим этот склеп. Глядишь, что-нибудь еще полезное найдется. С мячом в руках, где верят, просто быстрее бегать. Поэтому я его включаю. Ну, нет. Я здесь выковырял из этого склепа все, что было ценного. В том числе, со всех этих саркофагов и сундуков. Топор и так далее. Нам уже не нужно, да. Здесь ловить нечего, поэтому идем на выход. На самом деле, жалко дилия, которую я потратил. Потому что они сейчас спадут. Я их лично потратил за зря. И меч тоже зря намазал всякой штукой. Воу! Ладно, не зря. Вот это может проблемно стать. Потому что он бьет, несмотря на то, что я ему муплю со всей дури по башке. Ну, чисто РПГшная система, даже несмотря на то, что мы мышкой активируем удары, это не мешает нашему противнику бить нас в ответ. Ладно, нормально. Гайверы доставляют некоторые проблемы. Так, надо вернуться в храмовый квартал. Отчитаться к Зигмульду Фрейду. И уже топать в Купеческий. Там будет много-много новых хвестов. Сюжетных, побочных, прочее-прочее. Потом мы еще на болото отправимся по новой. Третья голова довольно длинная. По-моему, она самая длинная вообще из всех. Ну, ребята, кажется, что локаций много. Так, чай, к нему лезут что я. Ладно, чучку. Так. Дышь, пошел. Сделано. Я решил проблему с кладбищем, но вряд ли ты останешься доволен. Что случилось? Расскажи подробнее, мне это интересно. Помимо говорящего Гуля в убийствах были замешаны с Коя Таэри. Они грабили могилы и уничтожили каждого на своем пути. Говорящий Гуль? Я, пожалуй, пропущу это мимо ушей, но, по-моему, ты перепил этих своих эликсингов. Не базарь. Так что произошло? Я спас людей, которых они бросили на съедение Гулям, но самих убийц я поймать не успел. Они сбежали. Клянусь вечным огнем, ведьмак. Ты поступил так, как поступил бы любой благородный рыцарь. Я восхищаюсь твоим поступком. Об убийцах не волнуйся. Мои люди их поймают. Я не совсем понимаю. Ты спас невинных. Это есть величайший подвиг из всех. Ты заслужил награды. Я горжусь тобой, Геральд. Он гордится мной, представляете? Шесть суток под землей. О, а левелап. Левелап это прекрасно всегда. Но потом поднимем уровень. Не критично сейчас. Потому что сейчас у нас в основном задачи будут не боевые, так сказать, разговоры различные, разговаривать и тому подобное. О чем у нас по деньгам? Полторы тысячи. Неплохо живем, на самом деле. Так, проход в кипический квартал. Вот что значит оптимизировать расходы. На самом деле мы сейчас все эти деньги спустим на новые книжки. Потому что необразованный ведьмак это мертвый ведьмак. Такие дела. Почему вороток купеческого квартала? Какая-то решетка просто. Это же некрасиво. Какая-то штука. Фига себе бугали. Эй ты. Стой, кто идет. Я иду. Предъяви документ. И зачем же нужно столько пропусков? Можешь пожаловаться королю? Хе-хе. Король возвратился? Нет, но все новые дикты скреплены королевской печатью. Можешь идти, ведьмак. Прощай. Худбай. Королевский дикт. О, ловч. Здорово. Приветствую. Дома не виделись. Надоели тебе предместья. Я получил приказ возвращаться в Вызиму. Король Фольтест скоро вернется. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасности для общества. Опасности для общества? Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоем счету? За что хорошо платят? Огромный волк появился на болотах. А местные утверждают, что видели самку Виверны, которая крала детей. Виверны не нападают, если их не провоцировать. Местные. От них сплошные неприятности. Наверное, они попытались отогнать Виверну каким-то народным способом. Рассказывай дальше. Спрашивай. Откуда ты знаешь все про чудищ? Семейное наследство. Книга с описаниями и изображениями всех чудищ. Знаешь, что там написано? Знаешь, что делать? Ну, каждое чудовище воплощает какой-то человеческий грех. Яга, обжорство. Вампиры, пьянство. А какой грех воплощается Колопендроморф? Ну... Будь здоров. Ну, судя по его фаллической форме, можно догадаться, какой грех он воплощает. Так, с ППС здесь, несмотря на то, что игра уже достаточно древняя, ППС здесь проседает чудовище. Потому что детализация города достаточно хорошо сделала. Так, ну что, хватит заходить в каждые дома и что-нибудь тырить. Потому что мы можем... Топор не надо. Топор не надо. Ножики не надо. Бухло надо. Страшная штука. Давайте возьмем. Потому что нам будет забавно болтаться и бить Геральта по ноге при каждом движении. Разработчики, конечно, мало озадачились вообще пониманием того, как вооружаются и действуют ведьмаки. Помимо того, что они ему на спину прилепили два меча, но это понятно, что обусловлено игровыми условностями. Потому что главное, что нужно постоянно сражаться и как-то доставать какое-то оружие. Но так они еще и дополнительное оружие. Навешали каких-то ножиков, топориков, прочую лабуду, которая, в общем-то, не нужна. Но... Но пойдет. А чего тут делаете? Бухаете? Судя по звукам. Бухают вообще на пропалу. Так. Неплохо. Бухла становится довольно много. Надо будет где-нибудь переночевать. Надо сделать себе новый запас зелени. Прям неплохо запасся. С всякими штуками. Дерево найти видео. Где себе? Купеческий квартал довольно большой. В нем много всего. Я вышел не там, где сына был, да? Кто за этим стоит? Не знаю. Прошу прощения. Отстань. Это мой мир. Я его тудую. Тебя сюда никто не звал белого волоса. У тебя никто не спрашивал, Марк Дастый. Ладно. Все с ними сдавали. На самом деле, что я увлекся. Как-нибудь будет время. Я между сериями бегу и пособираю все, что плохо лежит. А пока давайте куда-нибудь заходить и что-нибудь делать. Мануфактура. Что это вы тут делаете? Алхимик. Ни слова. Фиге ты какой-то страшный. Катализатор работает. Все в порядке. Пару секунд нам грозил взрыв. Пару секунд нам грозил взрыв. Но опять оказалось, что я был прав. А зерриканские мастера годны только навоз ковырять. А у меня в носу так и засвербело. Терпи. Не надо мне шуточек с катализатором перита. Но я же не чихнул. Ты все еще тут? Ага. Когда мы говорили в первый раз, ты упомянул зерриканских мастеров. Я пытался разгадать тайну стали с помощью этой бесполезной зерриканской книги. Я ее с удовольствием обменял бы и на что-нибудь более полезное. Например? Сомневаюсь, что у тебя есть то, что мне нужно. Я хотел использовать для экспериментов. Возможно, я вернусь с рук. И все. Интересно, конечно, что он нам даст за книгу. Потому что у меня есть лишняя руда красного метеорита, и она, в принципе, не нужна в этом прохождении будет. Поскольку хорошие стальные мечи здесь можно просто найти. Как вот этот, например, Гороваль. И совершенно не обязательно красить. Хотя для аутентичности можно было вас красить. Но они, по сути, по урону будут хуже, чем вот эти вот налутанные, скажем так, Дом Королевы Ночи. Нам туда пока не надо. Дозорная башня, ворота, храмовый квартал, Дом Трис. Давайте вернемся в Дом Трис. На этом, собственно, я буду заканчивать серию. Вот. Собственно, продолжаем играть в первого Ведьмака. К моему, так сказать, счастью, условно, в кавычках, третьего Ведьмака перенесли. На... Куда там? На май, по-моему. Да? На двадцать какой-то мая. Голожу Патрис. И у меня есть время пройти и первую часть, и вторую часть. Для канала. Чтобы был полный комплект, так сказать. Блин. У меня книжки эти скоро помещаться перестанут. Так. Женщина. Можно у вас в день прилич и заняться полезным делом? То есть поспать. Да. Так. Ну, давайте я прокачаю. Сейчас уж... За шоу. Шанс причинить боль. Работаю только с быстрыми стилями. Протыранные. 12%. Бррррррррр. Я качал ловкость. Качал выносливый смысл. На полную прокачал, потому что АФП очень важно в данном ловкость для того чтобы уклоняться и парировать интеллект особо на максимум качать не нужно потому что знаки мы не качаем мечи остальные мечи тоже качать пока смысла нет потому что против людей они так отлично работают в основном мне нужно прокачивать серебряный меч потому что он мало дамажит но и какой-нибудь знак ирдена гелиотропа гелиотроп добавлен в игру исключительно модом фулкум в 3 баланс вместо него был оксид вот этот знак защищает от магического урона ирден защищает от урона физического вот почему я не могу его вкачать очень странно сделано прокачки то ли она сломана то ли чё клянет в принципе так и есть но я не могу качать не опадим бронзовый талант вот он бронзовый талант весь такой из себя бронзовый почему-то сюда не не вкачивается но премьер с ним мне не особо знаки нужно тогда давайте вкачивать серебряный меч так подожди почему она четвертый уровень силы необходим для этого мне нужен золотой талант к сожалению сюда нужно серебряные давайте вот это вот сделаем парирование добавим парирование это хорошо как-то так теперь базили ну ладно в общем то чё я вас держу на этом все с вами был ведьмак спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте оценивайте приходить смотреть еще всем пока а